Самарские новости спорта Легко, да, но победа, которая достается честным трудом, она самая дорогая в жизни. Надо готовиться, упорно заниматься, тренироваться, улучшать время, чтобы ты мог почувствовать, что у тебя есть результат, сдвиги какие-то. Надо идти к цели. Тренер 8-й школы Олимпийского резерва Самары Лариса Олейникова с паралимпийцами работает не первый год. Воспитала серебряного призера чемпионата Европы по плаванию Вячеслава Ленского. Спортсмен-колясочник должен был выступать на бразильской паралимпиаде, но допинговые интриги помешали Ленскому осуществить свою мечту. Тренера рук не опускает и продолжает тренировать самарских паралимпийцев по своей авторской системе. В общем, были как бы в одном временном отрезке, чтобы, например, когда ты даешь эстафету, ты говоришь, что старшие плывут позже или старшие плывут с отягощением, а младшие, например, в ластах. И получается, что маленькие дети конкурируют со старшими, от этого они еще больше там загораются. Как бы ты уравниваешь условия. Надо придумать, как условия уравнять, когда они как бы не совсем равны. Проверить, чья тренерская система подготовки чемпионов работает лучше, можно было на чемпионате и первенстве Самарской области. На старт вышло 60 паралимпийцев с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата от 8 до 30 лет. Из Тольятти, Отрадного и Самары плыли 50 и 100 метров брасом и вольным стилем. Рекордов не было, в общем-то. Хотя я думаю, что надо уже нам какую-то завести статистику, потому что развитие происходит, статистика должна быть. И я думаю, что мы к этому придем. По итогам турнира была сформирована сборная команда Самарской области. В нее попали пять новых спортсменов. Среди них Иван Цыпленков из Тольятти. На 50 метрах он показал второй результат. Чемпионы и призеры поедут выступать на чемпионаты по Волжье и России. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.